Суть автомобильной передачи. Какова она? Просто рекламировать автомобиль, автомобильную резину и масла? Ну, кто-то может сказать да. Есть другие автомобильные передачи. Они вот машины вам показывают, чаще помоют их. Но мы не такие. Естественно, надо понимать, что самое интересное это внедрение новых технологий. И достаточно давно это было, но мы вам показывали всякие присадочки разные. На металлокерамику, нанообработку. Но сегодня открытие для автостопа. Я думал, когда же такое случится, что мы вам будем показывать именно форсан. Что это такое? И где сейчас можно не только задешево залить масло, но и вашу машину обработать. Так вот, все это делается здесь, на советской 70. И сегодня, и сейчас, и с этого дня мы вам покажем чудеса, которые делает нанообработка двигателя. Теперь поконкретнее, куда, собственно, ехать. Во двор, естественно. Здесь много теплых боксов, но нас интересует западная часть. Здесь мы устанавливаем газовое оборудование, что продлевает жизнь нашему автомобилю. А заодно и экономит деньги. Но недорогая обработка форсаном сэкономит деньги тоже. Но что же такое форсан? Ну, форсан – это нанотехнологии российские, металлокерамика. То есть, снижает трение, коэффициент трения уменьшается. Если сравнить с двигателем, который не обработан, и обработан в 200 раз. Зимняя заводка, то есть, один в один идет. Ну, наносится металлокерамическая сетка на все трущиеся детали. Уменьшает трение, ну и расход топлива от 5 до 15 процентов уменьшается. Современные масла – это целая, наверное, гамма всяческих добавок. Почему же они туда не добавляют? Ну, в современных маслах химии присутствует. Как бы форсан, там химии вообще никакой нет. Чистые природные залежи присутствуют там. И это отечественная разработка? Да, российские разработки. Стоимость обработки – это 3000 рублей. Это два этапа 3000, получается, рублей. Если литраж масла в поддоне – 4 литра, тогда 3000 рублей. Два этапа. То есть, мы можем людям говорить, что вы даже на бензине эту экономию, в смысле, эту сумму почувствуете месяца через три. В смысле, она просто вам принесет прибыль. Да, 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 совершенно верно. То есть, двигатель полностью разгружается. Даже сами почувствуют, что как будто вы поставили шумоозоляцию. Прибыль будет естественна на бензине. Теперь уже как человек опытный, вы можете сказать, что же такое вот эти присадки, как они работают? Вот субъективное ощущение. Субъективное. До заливки Форсана, конкретно мотор, ну, если мы говорим по субъективному, мотор работал громко. Хотя это и машина Рено, вроде как импортная и должна работать тихо, но шумы все равно раздавались. Залив Форсан, проехав буквально на данный момент 2000, нет, даже больше 2000 километров, шумы ушли. Это раз. Второе, ну, специально взял, засек суточный спидометр, поставил на заправку. Удивительно, у меня хватало бака примерно 410 километров. На данный момент я проехал уже 450. И еще и на количество топлива есть. То есть, это говорит о том, что экономия топлива даже на Форсане, она довольно-таки ощутима. Скорость, раньше, если была в горку вторая, третья, то сейчас вполне можно проехать даже и на четвертой. Чудес на свете много, но оказывается, одну силу мы практически победили. Мы победили силу трения, уменьшив зазоры и улучшив состояние поверхности. Если честно, то несколько отечественных разработок заметно приподняли уровень России в глазах всего мира. Хотя давайте по сути. Богатые американцы просто тупо чаще меняют масла и ездить на движках, из которых соки выжать нереально. Да потому что большие они. А мы просто вынуждены были делать максимально живучие механизмы, которые даже с полной потерей масла могли вывести экипаж из полной каки. И именно оборонка дала нам Форсан. Конечно, с момента появления новинки воды утекло много, и Форсан Про это уже другое поколение. Но и результат тоже другой. К примеру, ресурс 402-го Волговского движка увеличился в 6 раз, а дальнейшее испытание не потребовалось, поскольку столь живучая машина просто надоела хозяину. Двигатель после 650 тысяч просто не хотел ломаться. То есть надо понять, что Форсан не только выручит вас, когда уровень масла вы прохлопали, но и реально продлевает жизнь вашего автомобиля. И здесь вы тоже экономите. Как и постоянно экономите на топливе, расход которого снижается на 15%. Естественно, это не говорит о том, что масло вообще не надо менять. Надо просто понимать, что существуют и недорогие масла. Дешевле Shell, к примеру, в два раза. Ну и с Форсаном это, в общем-то, вообще супер. Ну, самое интересное для меня было, то, что я у вас увидел свои любимые масла только по другой цене. То есть Petro Canada это 800 с небольшим рублей за 4 литра. Раньше цены были немножко другие. Тысяча с лишним. Ну, понимаете, это наш город Матогорск. Люди хотят заработать за один день, то есть делать прибыли. Мы на эту ставку не делаем, у нас качество должно быть. То есть все-таки клиент должен соответствовать. То есть можно говорить, что самые дешевые и надежные масла – это у вас? Ну, я буду думать так. И думаю, и знаю, что так. Что мы самое дешевое масло. У Горгаза, место, где вы не только ставите себе газовое оборудование, ну, вот в этом боксе, да, есть два выхода. Один из них сейчас выездит на улицу Индустриальную. То есть можно, конечно, из Советской заехать, но там немножко сложно понять, куда надо приехать. Потому что, ну, естественно, гаражи теплые, они везде есть. Но вот такой теплый прием, чтобы вам Форсаном обработали, да, и еще и залили самое дешевое в городе масло. Это только здесь. То есть можно заехать с улицы Индустриальной. Вот как раз выезжает КамАЗ, который очень сильно громыхает. Без взрыв работы. Как-то делали мы им кино. Но если вы обработаете свой двигатель Форсаном, то КамАЗ буквально в тишине проедет. Потому что особый интерес именно обработка дизельного двигателя. Ну, шумовой эффект вы сразу почувствуете. Так вот, вот сюда вы заезжаете. Вот этот сервис, который заливает вам наиболее приспособленное к российским условиям эксплуатации масло. Потому что Канада там тоже немножко холодновато, хотя живут они по побережьям. Ну, а в центре лесорубы на больших автомобилях, ну, и не только, еще и на больших двигателях, потому что, ну, лесорубы это не только фертлайнеры, это еще и форт F-150, ну, такая машинка небольшая. Вот. Вот они себе заливают Петро Канаду. Но есть здесь и Эни, Эгип, который по цене самый дешевый в городе. То есть, есть смысл приехать сюда, просто даже масло поменять. Но отдельная песня, это та самая обработка, нанообработка, Farsan Pro.